здравствуйте уважаемые садоводы огородники вы на канале деревенские посиделки не забудьте подписаться наш дзен канал одноименный с вами ирина и сегодня продолжаем четвертая часть обзора семян на 2023 год сегодня вашему вниманию представлю какие-то мать ки я себе до купила хочу сразу сказать что я не в один сезон эти семена буду использовать просто в прошлом году и практически все томаты уже посадила значит сегодня в обзоре будут томаты салаты и капуста и так начнем значит салатов наша семья есть достаточное количество приличное две семьи тем более питается с нашего огорода поэтому сегодня я закупила вот такие вот салатики салат умка понравилось не его описание листья нежные с легким ореховым вкусом можно использовать в отварном виде даже вот до такой степени даже отваривать можно так сегодня опять камера не хочет фокусироваться к сожалению поэтому буду зачитывать среднеспелый сорт с быстрым ростом при любой длине дня 50 дней до созревания 30 сантиметров розетка листьев крупные плотные хрустящие нежные листики и даже можно подвергать тепловой обработки добавляя в супы устойчив к стрелкованию вот такой замечательный салат называется умка кому он понравился обязательно купите себе такой салат от аэлиты значит цены буду озвучивать в этом видео потому что они с обратной стороны 23 рублика такой у нас салатик семенных магазинов традиционно беру различные парниковые сорта это вот московский парниковый для ранней высадки в теплицу сажая в апреле в середине ну смотря какая конечно температура будет за бортом как говорится вот но в основном середины середины апреля в тепличках мы высаживаем салатом петрушку укроп всякую такую зеленушку вот и московский парниковый мне нравится тем что он раннеспелый 40 дней до полного созревания но и тут написано что можно и в открытом и в защищенном обычно один пакетик я сажаю в теплицу такого же сорта и один на улицу диаметра розетки 27 сантиметров 200 граммов масса одного растения очень большая розеточка нарастает по прямым посевом в грунт сажаем вот такими вот он качанчиками разрастается гофрированы такие листики я уже его сажаю не первый год московский парниковый мне он очень очень нравится нежная такая зелень не горчит и когда даже вот он разрастается то есть листья становятся остаются такие приятные на вкус ну и крест салат взяла для разнообразия это крест салат весенний свежем виде тоже хорошо хочу в тепличку посадить значит вот эти салатики по 15 рублей пакетик этот 8 25 дней очень быстро созревает нежные сочные листики с приятным горчичным вкусом вот такие салатики я прикупила срок годности у всех очень хороший до 25 26 года далее перейдем к нашей любимой культуре это томат и я уже в этом году много сортов вам показывала коллекционирую различные и по форме и по цвету хочу составить все-таки коллекцию своих семян поэтому предпочтение отдаю сортам а не гибридом ну вот там отбив многие огородники его хвалят тоже решила прикупить низкоросли 70 сантиметров средне ранее очень вкусный написано от фирмы седек 20 рублей у нас такой пакетик стоит 112 дней до созревания полного растения до 70 сантиметров бывает умеренное посынкование до 250 граммов плоды комплекс на устойчивость болезням сочетает и крупноплодность и раннее созревание и товарный вид хороший ну и в свежем виде конечно же можно его употреблять как и все томаты но если бы слишком крупные образцы конечно буду их на салаты использовать а помелче я обычно консервирую так вот такие взяла значит перцевидной формы два томатика один красный другой желтый тоже слышала очень хорошие отзывы от хохлом про хохломую желтую ракету значит сейчас покажу вам описание почему камера дурить сегодня непонятно значит томат желтая ракета семена алтая селекция высота 150 сантиметров ярко-желтый цилиндрические до 300 граммов мясистые сладкие очень вкусно с малым количеством семян конечно же очень жду ваших отзывов хочу поблагодарить всех зрителей которые в прошлых видео писали свои отзывы томатах очень очень приятно что вы не остаетесь равнодушными и помогайте мне выбирать хорошие сорта на посадку здесь написано значит просто агротехника полная вся расписана вот до 40 сантиметров между растениями в общем вот такие вот интересные автоматики называется желтая ракета далее томат хохлома первый раз такой себе беру ни разу не сажала средний спелый 115 дней не хочет фокусироваться камера так до 120 граммов 15 плодов в завязи значит формируется очень вкусно устойчиво к вирусу табачной мозаики фузариозу кладоспариозу и два метра даже более двух метров то есть это высокорослое растение вот видите какая цена у него у меня в прошлом году были вниз позапрошлом были перцевидные томаты карнабель сорт гибрид вернее там был карнабель вот в этом году хохлому хочу попробовать так далее вот такие еще тоже выбрала для себя замечательные два гибрида и один сорт вот но как видите предпочтение все таки сортам отдаю но там от черный принц все огородники хорошо знают ни разу его не села вот решила все таки попробовать на разноцветной в этом году упор сделать томаты среднеспелый урожайный до двух с половиной метров крупный плоскокруглый до 300 граммов до 300 граммов салатного назначения отличное вкусовое качество устойчив к целому комплексу болезни но и здесь идет агротехника свежие семена годность у них до пяти лет но даже можно и больше хранить поэтому я как бы вот подкупила далее да кстати там от черный принц у нас 16 рублей пакетик от русского огорода кстати дешевые семена элита вздула в этом году цены и дальше пошли два гибрид а это богата хата и молодильное яблоко но пузату хату я уже сажала богата хаты я думаю наверное что-то примерно такое же только вот это вот смотрите 60 сантиметров невысокие они низкорослые раннего срока созревания 105 дней и томат готов устойчив комплексу болезни к недостатку влаги даже к засухе достала 120 граммов небольшой томатик для консервации думаю буду его использовать молодильное яблоко это от сибирского садом а одном из моих любимых фирм так что тут написано новый крупноплодный раннеспелый гибрид до 95 дней всего лишь и он уже созрел до двух метров до 6 плодов по 250 граммов превосходное качество полезный бета-каротин содержит потому что вот он такого вот желто-оранжевого цвета все оранжевые плоды содержат бета-каротин устойчив раз это гибрид они все очень устойчивы к основным заболеваниям урожайность до 18 килограммов с метра квадратного это очень хорошая урожайность отзывчив к регулярному поливу под корком но к этому все растения отзывчивы как говорится вот такой вот тоже напишите свое мнение о томатах то как я уже сажал чтобы мне прямо вот уже сконцентрироваться на тех сортах которые всем очень понравились но и традиционно закупила немножечко совсем капусты на хранение один сорт один гибрид в юга слышала отзывы хорошие до 7 месяцев хранится килотон в этом году мегатон мы сажали тоже до сих пор вот едим уже январь на нас а в принципе неплохо хранится хотя у нас подвале конечно же температура выше нормы для капусты вот и взяла вот такой вот похожий тоже по описанию килотон f1 позднеспелый для длительного хранения до 7 месяцев тоже устойчив к внутреннему некрозу то есть внутри она не гниет теле капусты к трипсу к внутренним и очень ко многим гибриды ничем хороши что они ко многим заболеваниям конечно же устойчивы вот для длительного хранения тоже по чуть-чуть посею того и того значит вида капусты это в юга от семян алтая да тут что-то цена не указана или я не вижу и 20 рублей да значит что можно сказать средний поздний на 150 день всходы становятся уже готовы к употреблению до 4 килограммов хранится до 7 месяцев тоже очень хороший срок но понятно что предпочитает освещенные лучше предшественники бобов и тыквенный картофель морковь лук ну дальше идет агротехника написано что устойчив к растрескиванию так и хорошее хранение у него этого вида геррии значит капусты и на раннюю еду традиционно мы сажаем и простую раннюю июньскую и вот такую совойскую она значит раннего созревания и плюс ко всему доди гофрированные листья очень-очень нежные что позволяет хорошо усваиваться ей в сыром виде в салатках для салатов берут эту вот в ксовойскую капусту она гофрированная скороспела всего лишь что 15 дней у вас салат на столе как говорится из нее выровненные кругленькие нежные кочаны массой до трех килограммов высокая урожайность пригодность для хранения до четырех месяцев кстати очень даже неплохо хранится прошлый сорт у меня вертю был это вертус а та вертюта мало хранилась практически сразу надо было съедать а это смотрите-ка хранится даже до четырех месяцев что очень здорово используется и в свежем виде и в кулинарных целях вот такая вот капусточка такой сегодня обзор пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь обязательно дзен канал одноименные деревенские посиделки потому что в ютубе заработка сейчас нет просто для зрителей снимаем как говорится ради удовольствия но от дзен хоть все-таки что-то нам блогерам и начисляет всем хороших урожаев